Всем привет! Это продолжение съемок про Саперави, про Лидию, Изабеллу. Это сорта винограда, который нельзя пить как вино, потому что довольно невкусный, слишком ароматный, приторный и вообще на вкус безобразный. А вот это бочки с виноградным соуслом, с виноградным вином, который станет потом или игристым или просто сухим вином. В дубовых бочках. С бочками где-то виноград, который вы видели, разбивается миксером в дребезги, чтобы выбродить. Спасибо Ирине и Вадиму, которые вырастили этот виноградик для меня. Вот в этих бочках он отбродит и будет перегнан на коньячок. Во всех странах Европы Изабелла запрещена. Это карантинное растение, на котором вырабатывается, вернее, паразитирует такая дрянь, как филоксира. Дрянь, потому что это особенная тля, которая жрет любые другие виды. И если химичить, травить ее на других видах винограда, вино будет уже отравленным. Поэтому Изабеллу запретили. Говорят, что это американские сорта винограда. Название у них, конечно, не Изабелла, а что-нибудь более американское. У нас называется Изабелла. Все знают этот приторный вкус. Хорошо растущий виноград. Супер урожайный, супер ароматный, супер сладкий, супер дающий кошмарное количество урожая, но не вкусный, как вино. А при переработке на коньяк дает потрясающие результаты. Вот эти бочечки, заряженные виноградиком, изабеллой, лидией. Своими сортами, смесями, которые будут как красное шампанское. Все это вырастет, перебродит и за зиму и за следующей весной будет перегнано, засунуто в бочки дубовые. О них поговорим отдельно. Могу сказать, что дубовые бочки надо сначала брать любые, тренироваться, играться. А потом выбирать для коньяка только из колотого дуба. только особого распила, только промытые водой, содой, кипятком и прошедший год с вином. И только после этого заполненные будущим коньяком. Там бяка жужжал, это шершень прилетал на запах. Поэтому вино разбиваем обычными миксерами для краски, железяками, покрашенными, не стесняемся. В своей жизни этот виноград видел такое, что вот это инструмент для него детский лепет не повлияет ни на что. Пластиковые бочки, никакой химии не добавят, никакой гадости вы не почувствуете, ничего не появится. Вы поверьте, что ой какой шершень летает, какая шершнюга, ой какой сил, прямо на миксер. Ну вот она, ну сволочуга. Вот видите, чистая экология. Если шершню нравится эта краска на миксере, то для нас, которые в этом ни хрена не понимают, это вообще ништяк. Какая зверюга. Мы сейчас его попробуем мягенько так, мягенько так угнать. Мы их не убиваем, но все-таки, ну, ну почти гринпис. Вот он где-то тут летает. Пусть летает. Пусть летает. Эти бочки отбродят. Это вино, которое в них получится, к питью непригодно. Только к перегонке на коньяк. Никакие французские вина по стандартам провинции коньяк не могут сравниться по ароматике с дистилляторами, с дистилляторами, извините, перегнанными из ароматных виноградов. Сейчас посмотрим. Кажется, бяка опять куда-то прилетела. Вот оски летают. Кстати, вы знаете, что оски виноградарей не кусают. А вот шершень, вот она эта сволочь. Она как у нас жужжит. У нас такой гринпис здесь. Вот оно такое. Какая вкусняшка тут у нас летает. Лучшая реклама для коньяка. Все натурально. Вот такой обалденный гринпис. Ой, тебе помните, как мы жужжим. Как мы жужжим, как нам вкусно здесь, как хорошо. Молодец, это лучшая реклама. Вот эта шершень. Офигенный, обалденный. Ой, полетели, пожужжали. Вот так вот. Так что пейте натуральный коньяк. Будете здоровы. Привет всем моим подписчикам. Это самолетик пролетел. Самолетики нас защищают. Привет бойцам. Привет летунам. Так держать. Нас защищать. Салюты доброго здоровья всем подписчикам. Ура. Заказывайте коньяк. Пейте коньяк. Живите долго. Живите хорошо. Любите своих близких. Любите регулярно. Всем привет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok